Ну-ка, сфотографируй меня, чтобы я был не только в Абибасе. Фига себе, дядя, я никогда так спустился, что аж трамвай закачался. Подожди. В любом городе есть у нас какая-то такая точка отсчета, отметки, чего-нибудь еще. Вот в Владикавказе она вот здесь, вот видите. Крепость Владикавказ основана в 1784 году по указу Екатерины II на правом берегу Терека, близ Осетинского, селения Цауджикау. Вот мы и на правом берегу, собственно, и находимся. И вот эта площадь, которая сейчас называется Свободы, она раньше называлась Михайловской, в честь великого князя Михаила Николаевича, про которого я сейчас скажу. И вот там прекрасный виднеется купол. Если мы посмотрим вот в ту сторону, я вам сейчас покажу фотографию, как эта улица выглядела раньше. И надо сказать еще, конечно, пару слов вот про это здание, потому что на его месте чуть дальше стоял барон... Барон, стоял барон... Барон, может быть, тоже стоял. Стоял дом барона Штейнгере, который он подарил Государственной Думе. И в 1919 году, когда Красная Армия отступала из Владикавказа, ненадолго, надо сказать, она этот дворец, по сути, уничтожила. А вот эта площадь в советское время носила то же самое имя, что и весь город Арджоникидзе. И если мы посмотрим вот в ту сторону, да, я вам подставлю такую цветную фотографию советских времен, то мы там увидим памятник. Памятник тому же самому Арджоникидзе. И очень интересно сравнить, как эта площадь выглядела в революцию. Вот я вам сейчас тоже подставлю фотографию, которая была снята примерно с той точки. Называется «Почувствуйте разницу». Потому что на месте этого, ну, это же тоже дворца, но только такого советского сталинского, раньше стояла беседка, она была там установлена к приезду царя Александра Второго. Она так называлась «Царская беседка». Если мы сейчас опять вот развернемся в ту сторону, я вам сначала покажу, как эта беседка выглядела. А потом, если мы посмотрим вот, ну, примерно в ту сторону, я вам покажу панораму вообще Владикавказа, где, собственно, эта беседка видна. И вообще на этом месте был сквер, который к столетию Александра Сергеевича Пушкина был назван Пушкинским. Но мы к этому еще вернемся. И вот здесь уже на здании Дворца правосудия есть мемориальная доска. Я, как вы знаете, фанат мемориальных досок. На ней изображены ворота этой самой крепости Владикавказской. И написано, что на этом месте находилась весь главный ворота, через который 21 мая 1922 года Пушкин въехал в крепость Владикавказ. Он, кстати, называл ее по-старому Капкай, поскольку тут буквально рядом было селение так называемое. А вот у этого Дворца правосудия есть такая же проблема, как у Дворца правосудия в Москве. На Поварской улице оно было построено. Обратите внимание, у нас же это фемида, которая держит в левой руке весы. И что же не так с этой фемидой? А не так то, что у нее должна быть повязка на глазах. Ну, она же слепой должна, так сказать, рассуждать, кто прав, кто виноват. Мы с вами сейчас направимся вот туда. Чудесная, на самом деле, погода. Плюс 4 градуса. В Петербурге и Москве похолоднее. Там минус. Правда, уже не глубокий. Но вот это такая типичная осенняя петербургская погода. Поэтому мне, например, в кайф. Местным, наверное, не очень. А мне в кайф. Две улицы. Одна раньше называлась вот эта вот Купеческая. Вот та раньше называлась Краснорядская. Краснорядской она называлась, потому что там торговали красными... Ну, красные ряды стояли. То есть это, в общем, все эти товары и аксессуары, которые нужны были для того, чтобы из девушек делать красу. То есть Красная площадь, она же тоже сначала получила название не по цвету, поскольку Кремль у нас был всегда белокаменный. А потому что она красивая, Красная площадь. И интересно, как вот разводят людей судьба. Одна из улиц носит имя Чермена Баева. Вторая из улиц носит имя Гаппа Баева. Это родные братья. Но есть нюанс. Если Гаппа Баев до революции, он вообще был городским главой, то его брат младший, он был такой меньшевик Плехановского толка. И в 1917 году, естественно, участвовал во всех этих событиях. Сопровождал Кирова, кстати. Был убит белогвардейцами. Ну и естественно, соответственно, в его честь была названа улица. А вот брат его, он уехал отсюда в Тифлис. Там сотрудничал с абсолютно антисоветскими газетами. И потом эмигрировал, умер, если я не ошибаюсь, в Берлине. То есть вот это суть гражданской войны, понимаете? И потребовалось пройти много лет, чтобы их наконец примирили вот посредством топонимики. То есть мы идем по параллельным улицам, названным в честь двух братьев. А здесь нас будет интересовать один дом с левой стороны, потому что здесь жил Багратион Вахтангов. У него был отец Аркиз и, соответственно, сын. Так, я думаю, что вы догадываетесь, мы говорим про Евгения Вахтангова. Очень интересная история. Он, кстати, когда переехал в Москву, он сменил отчество с Багратион на Богратион. Я не силен, так сказать, в армянском, поэтому я не знаю, в чем там был главный прикол. Ну, бывали такие случаи, когда там, не знаю, скажем, братья Бриловы, да, художник Карл Брилов и тоже художник-архитектор Александр Брилов. Вот у них же изначально фамилия Брилло. Они В подставили, чтобы их фамилия была более русскоязычная, чтобы она более по-русски звучала. Или, например, купцы Рябушинские, да, они же сначала были Рябушинские, потому что вообще до этого они были Требушинские, а слово Требуха так называлось, селение, откуда они родом. Поэтому, чтобы эту ассоциацию брать, они назвались Рябушинские. Не от слова Ряб, а отнюдь. Вот, почему он сменил эту букву, я не знаю, не копал. Вот в этом, собственно, доме его отец купец, табакопромышленник. Ну, давай же перейдем тут, я думаю, можно. Три комнаты ему принадлежало. Здесь он жил. И, естественно, как и любой купец, как и любой бизнесмен, он хотел, чтобы сын пошел по стопам отца. Но это, опять-таки, история, ну, как, например, трагедия Саввы Мамонтова. Он хотел петь на сцене, но какое в бане петь на сцене, когда папочка, папулечка хочет, чтобы ты, так сказать, все делами ворочил. Ну, и здесь тоже самое, при том, что, ну, южная кровь. В этом доме случилась интересная история. Дед Саркис, вот, товарищ Вахтанговый, поспорил с отцом, ушел в дальнюю комнату и, прикиньте, всадил в себя нож. Слава богу, не умер, но, конечно, на мальчика это оказало неизгладимое впечатление. И он мечтал стать актером. Ну, опять-таки, ну, какой в баню актер? Табак, табак, делает табак. Вот, фабрика тут, кстати, неподалеку располагалась. Ну, тут в Владикавказе, в принципе, все неподалеку. По нашим особенно современным меркам. Хотя вот по меркам традиционным, нет, я еще про это пару слов скажу. И, в общем, он должен был поступить в университет, там, в один, второй. Приехал в Москву и прямо такое написал прошение, что, вы знаете, если меня вы не примете, то отец просто вот не позволит мне заниматься тем, чем я хочу, и мне придется заниматься, вот, прикиньте, бизнесом. Вот проблема-то у человека, да, сейчас бы золотая молодежь, то есть я даже не думала о том, чем бы им заниматься. Вот в то время вот человек хотел. Рядом армянская церковь стоит. По понятным причинам, почему он, соответственно, снял здесь квартиру. Так, стоп. Наверное, он здесь снял квартиру. Ну, Павлик с утра, и Павлик иногда клинит, вы знаете. Естественно, не тот дом, тот дом Поповых, вот этот дом, сорян, братья Осетины, бывает и не такое. Ну, я могу на голубом глазу, глядя на Толстого назвать его Достоевским. Да, вот здесь это все случилось, конечно же, извиняюсь. Сейчас идет реконструкция этого дома, тут планируется открытие музея. Да, так вот, в чем, соответственно, крутость Вахтангова? Ну, во-первых, да, он не поддался вот этим всем отцовским давлениям, хотя он его лишал содержания. То есть он, например, сюда приезжал, ставил спектакли любительские в театре, которые, кстати, неподалеку от проспекта Мира находятся, там, за памятником Ленина. И во время там домашних обедов приходили гости. И отец спрашивал, а вот, знаете такого вот актера Вахтангова? Он говорит, да, прекрасно играет, да. Говорит, а я его хочу из дома выгнать. Или, например, он женился против тоже воли отца, потому что тот ему подобрал богатую невесту, такую дорого-богато. Вот. И когда они сюда приехали, сначала он его проклял, потом не проклял, потом, соответственно, простил. Они приехали, они сидели за столом, и отец говорил, вот вы у меня где, вот на шее висите. Да, так вот, крутость Вахтангова заключается в том, что было два метода наиболее известных, да, театральных в то время. Метод Станиславского и метод Мирхольда. Реальный метод Станиславского и формальный метод Мирхольда. Но про метод Мирхольда мы мало знаем, потому что, точнее, знали в советское время, потому что, понятно, Мирхольд был репрессирован, а Станиславский, как бы, спокойно умер своей смертью, хотя тоже из купцов. А вот Вахтангов придумал такую историю, как фантастический реализм, реальная фантастика, я не знаю, как ее назвать правильно. В общем, он поставил спектакль свой самый первый по пьесе одного еврейского автора. Она была на еврите, на древнееврейском языке. Ну, понятное дело, что никто вообще не понимал ни слова, но зрители, зрители, они были в полном вообще экстазе, потому что им и не нужно было, чтобы произносились понятные для них слова. И, собственно, вот в этом и была цель Вахтангова, чтобы его понимали просто методом его постановки. Он вообще мечтал поставить спектакль вообще на никому непонятном языке, но чтобы он был понятен всем. То есть вот в этом его крутость. Ну, и последний спектакль «Принцесса Турандот», тоже там он такой фантастомогоричный. Сейчас, конечно, когда прошло, ну, уже практически 20, ой, 100 лет, мы уже много чего узнали, много чего насмотрелись. Этот пионерский метод его не выглядит таким пионерским, но на тот момент это был, конечно, просто прорыв в башке. И даже Станиславский, который сначала сказал, что, ну, не быть вам никогда постановщиком, вообще никогда. Преподавателям – да, постановщикам – нет. Потому что Вахтангов начинал в лоне МХАТа, ему даже пришлось уйти оттуда вместе со своими подопечными актерами. И, в общем, у них была студия в Мансуровском переулке, это Москве между Причистенкой и Остуженкой переулок. И поэтому студия была названа Мансуровской, вот. Хотя по-иссетински надо было бы сказать Мансуровской, но это немножко из другой оперы. И, соответственно, вот под занавес жизни он таки обрел признание даже мастера. Вот этот мост, который раньше назывался Ольгинским, в честь супруги великого князя Михаила Николаевича, принцессы Бадонской, в ее честь также тут называлось училище. Я вам сейчас покажу, как он выглядел раньше. Он был чугунный мост. Вот и одну фотографию я вам покажу. Вторую фотографию я вам покажу. Мост этот, кстати, был изготовлен изначально вообще в Англии. И вот тот проспект, который уходит дальше, он был назван Ольгинским. Вот здесь мы видим памятник Иссе Плиеву. Это не просто великий полководец времен Великой Отечественной войны, причем кавалерист. Он вот своими рейдами наводил настоящий ужас на немцев. Но есть один факт, которым я узнал совершенно случайно. Это человек, который возглавлял всю советскую группировку на Кубе во время Карибского кризиса. И у него были полномочия, собственно, нажать на кнопку и запустить ракеты. Но он этого не сделал. То есть Исса Плиев, в общем-то, отчасти точно так же предотвратила третью ядерную войну. А почему ему опять-таки это доверили? Потому что, ну вот, у него был непререкаемый авторитет. Тем более, что боевой генерал и все такое. Площадь, на которой мы сейчас оказываемся, называется площадь Штыба. Штыб – это чекист, который вообще, кстати, не отсюда родом. Он там зачекинился, сам зачекинился. Вот, потом приехал сюда, его тут бандиты убили. Ну и, соответственно, площадь получила название его честь. А до этого она называлась, вот этот проспект, который назывался, проходит, он назывался Фельдмаршалский. И вот я слышал разные версии, то ли, соответственно, мы сюда идем, то ли в честь фельдмаршала Борятинского, то ли в честь фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича. И я сейчас пару слов об этом скажу. Вот здесь у нас есть прекрасный инсталлясион, который показывает карту Владикавказа. Вот это вот правый берег Терека. Это левый берег, так называемая, затеречная часть. Здесь нанесены все основные улицы, причем они подписаны. Вот, и я вот хочу обратить внимание ваше вот на этот памятник. Ну и, если в прошлый раз я был без штыка, то сегодня я с кинжалом. Кинжал, кстати, как выяснилось, нифига не бутафорский. Да, родной. Вот таким меня снарядили. Гуляя по городу с холодным оружием, но, понятное дело, что ни на кого не брошусь. Ну и, тем более, это национальный костюм. Так вот, дело в том, что... Ну, это Завук Бургулов, основатель, собственно, поселения, где и был потом основан Владикавказ. Но посмотрите, как он одет, посмотрите на меня. Единственное, что у меня вот нет вот этих, ну, такого большого количества подвесок, как у него. Сюда вообще подвешивались там, ну, кесет, кошель. В общем, все необходимые вещи, потому что здесь карманов, как вы видите, нет. Вот эта форма, в которой я одет, я тут сделал пост, и мне кто-то написал, казачок-то засланный. И я ответил, что это вообще нифига не в казака я нарядился. Она появилась в русской армии именно во времена великого князя Михаила Николаевича. Михаил Николаевич — это младший брат, вообще-то, Александра Второго. Соответственно, младший сын Николая Первого. Его назначили наместником на Кавказ, в Тифлис. И именно при нем в нашей армии появилась вот эта форма. Вот эти вот штучки, напишите-ка мне в комментариях, как они правильно называются. И теперь, когда мы видим людей в такой форме, у нас действительно иногда возникает ощущение, что речь идет про казаков. Хотя, конечно же, к казакам это не имеет никакого отношения в данном случае. Михаил Николаевич очень долго правил Кавказом. И у него вот дети родились там в Тифлисе. И, скажем, вот воспоминания Александра Михайловича, князя Сандро, они отображают вот этот период. Супруге его было там очень скучно. Она мечтала вернуться в Петербург, в Новомихайловский дворец, который расположен у нас на дворцевой площади, построенный по проекту Александра Шеткеншнейдера. Ее не любили в семье, потому что она была такая достаточно гордая тетенька. Ну, нет, мы сюда не будем переходить, а, будем, будем переходить, но попозже. Вот это тот самый штыб. Она была гордая, была такая немножечко надменная. Один раз во время Пасхи приехали к ней на, соответственно, хрестование. Но это была нормальная история, когда приезжали к высокопоставленным особам, выразить, соответственно, почтение, получить от них благословение. Вот. И она как бы с первой дамой поздоровалась любезно, поговорила с ней со второй менее. А на третьей она просто повернулась и по-немецки сказала своему супругу, что, типа, чего-то я устала, привет-привет. Да, и, в общем-то, ушла. Ну, это, откровенно говоря, не очень хорошо, да? Не по каким параметрам. Вот здесь у нас такая тоже баннерная инсталляция. Ну, собственно, вот этот памятник вы только что с вами видели. Вот это музей Терской области, возле которого мы с вами еще окажемся. Вот это, собственно, памятник, про который я рассказывал, когда мы оказались на проспекте мира в его створе, да? А вот план крепости непосредственно. И вот там под номером 7 и под номером 8 дом для приезжих господ. Вот именно в этих домах для приезжих господ, собственно, Лермонтов и пребывал, когда его навестил Бабарыкин. И вот по поводу Лермонтова. Значит, вторая версия, которую я встречал, говорит о том, что вот этот фельдмаршалский проспект, он был назван в честь Борятинского, который, ну, на секундочку вообще-то словил Шамиля. А это дорогого стоило, потому что имам Шамиль, он тут шороху-то наводил такого, что мама не горюй. Поговаривали, что вместе с Шамилем всегда следует палач, а вместе с Борятинским казначей, потому что Борятинский, он немножко изменил политику, помимо просто репрессий, он стал, ну, поощрять, иногда подкупать, чего уж тут местное население, потому что он вдруг понял, что, ну, здесь вот эта вот национальная, кавказская гордость, это же, ну, общее место, по сути. Там у нас памятник есть с ордистом. Гораздо приятнее, чем некоторые, знаете, вот такие современные памятники, не хочу называть эти города, ну, такие чисто туристические, когда ты на них смотришь, думаешь, лучше бы их не делали, друзья мои. Так, пойдем, перейдем. И вот по той улице пройдем обратно. Очередной болгарин. Коммунист. Георгий Димитров. Вот, может, подснять его с этой стороны. Так вот, дело в том, что Лермонтов, он, ну, это рассказывал про Бабарыкина, который говорит, что он нифига не читал Лермонтова. По-арятински то же самое. Он не читал Лермонтова абсолютно и вообще он как бы не понимал, что может быть такого в его творчестве. Почему? Я сейчас объясню. Специально вас завел сюда, на эту улочку, тихую, прекрасную. Это самый-самый центр города. Воскресенье. Обратите внимание на атмосферу. Милейшее время. Еще бы, конечно бы, вот на этих кирпичных домах бы, как-то вот они бы соотносительно фактуре здания свои замечательные балконы оформляли, и цены бы не было. А вот это, ну, оно не очень красит. Потому что вот, посмотрите, какой чудесный, да, старый балкон, кованый еще большой. И посмотрите, как можно сделать красиво из него, да. Потому что еще вот эти коммуникации, смотри, вот выведены вот туда, в этот столб. Как говорится, Варламова на вас нет. Ты заснял вот эту красоту неземную? Ну, то есть можно было бы покрасить вот тут балкон, да, что-то с ним делать. Понятно, что всем хочется увеличения по жилой площади. Здесь, конечно, не так, как в Махачкале. Хотя и тут я видел, да, когда, знаете, вот выносят пятиэтажка, да, и выносят не просто балкон, а целую отдельную комнату строят. Ну, если вы бывали в тех краях, то вы в курсе, о чем я говорю. Да, и в общем, у Лермонтова было несколько прекрасных, в кавычках, поэм. Одна из них называлась «Гошпиталь». Эти поэмы Ода Кнужнику, Петергов, Уланша, вот я вам не могу их сейчас процитировать. Потому что тут, ну, будет строго 18+. Очень строго. И вообще даже творчество Сергея Шнурова, оно, что-то я это... Немножечко свой мяч кладенец-то я подспустил на своем пузе. В общем, там, если вкратце, история про то, как они с друзьями, вот, и Борятинские там упоминаются, поспорили на то, что, значит, молодую служанку, польку 18-летнюю, значит, соблазнят. Поспорили на шампанское. Вот здесь вот я хочу показать чудесные ворота. Я причем тут смотрел какой-то сайт местного краеведа, и он тут делал предположение, что это чуть ли не масонские знаки. Ну, сорян, ребята, ну какие, блин, масоны и Владикавказ. Вот. Это солярные знаки. Может быть, есть намек на лучезарную дельту, вот эти треугольники. Но, тем не менее, ворота действительно старые. Вот, посмотрите, как вот... Видите? Косой угол. Там абсолютно деревенский двор. Ворота еще явно дореволюционные. Они просто сами покосились. Если там-то, вверху их, видите, подпилили немножечко, да, то вот здесь вот оно осталось, вот так просело. Вот в этом, собственно, здесь, вот смотри, старые петли еще остались. Вот здесь торчат. Да, вот в этом, конечно, круть Владикавказа. Вот с той стороны тоже. Давай вот покажем тоже ворота. Шикардос. То есть, ну, чтобы вы понимали, это, ну, это где-то, я не знаю, там, Мясницкая в Москве, да, и Большая морская в Петербурге. Вот мы сейчас находимся, да, и вот такая атмосфера. Шикарно. Да, и, в общем, они поспорили, что они эту прекрасную девушку оплодотворят. Ну, и, в общем, вот главный герой, князь Б. Морядинский, он пробрался в дом и в темноте, в общем, перепутал ее с хозяйкой, со старухой. Набросился на нее, стал, так сказать, с ней проделывать определенные манипуляции. Тут сбежал слуга с поленом, в общем, там заселилась драка. В этот момент выяснилось, что тот, с кем он спорил Лафа, он уже с этой полькой развлекается, там у него оголенная грудь и прочее. И, в общем, ну, в общем, вот сюжет. Ну, потом, типа, все окончается, все нормально, и старухи, они там денег занесли, и с этим мужиком они помирились. Вот. Но Барятинский, одно дело, когда в юнкера, а другое дело, когда ты вырастаешь и становишься ГГ фельдмаршалом, да, а тебя там встречают и говорят, слышь, а помнишь, как бы, в Петергофе, а? Да, тоже, и ворота, и киска. Ну, домашненькая, поэтому он не боится, да? Маленькая. Маленькая домашненькая. Можно я тебе руки покрыл? А то у меня пальцы замерзли. Ты думаешь, я тебя кормить буду? Да я думаю, тебя тут и так кормят. А? Ну-ка, сфотографируй меня, чтобы я был с кисеньком, чтобы я был не только в Иби-Басе. Мяу, мяу. Есть? Вот, и поэтому Борятинский искренне не понимал, типа, а чё-чё, что за движ вокруг Лермонтова? Ну, то есть, ну, потому что, и это была проблема не только Борятинского, это была проблема много кого. Потому что, действительно, вот эти все молодые пацаны, которые с ним учились в Винкерском училище, я уже миллион раз объяснял, что это у нас есть ощущение, что они там все пукали фиалками и разговаривали исключительно о Древней Греции и прочем. Да нифига, вот почитаешь эти поэмы лермонтовские, и мама дорогая, современная порнография просто отдыхает. Ну, а Борятинский, кстати, с Шамилем, они, знаете, стали друзьями. И даже когда, ну, Борятинский, он был ещё тот ловелас, он там увёл грузинку у своего подопечного в Тифлисе, и это ему с рук сошло. Его пытались, кстати, поженить, потому что он был очень хорошим другом Александра Второго, будущего, тогда наследника престола, и тот упросил у папочки, у Николая Первого, чтобы вот его вернули в Петербург, и для этого его поженили на Столыпиной. А Борятинскому так это не хотелось, что он в итоге, он ещё же был богат, вообще завидный жених, он в итоге всё своё состояние подарил брату вашему, Владимиру, на Новый год. Вместо подарка ему конверт, если принёс, вот, и остался без денег. Ну, и, соответственно, тем самым расстроил свадьбу. Перед этим он очень долго отмазался, то у него там рана болит, то у него пуля застала, прикиньте, в ребре, или в кости, в общем, и он с ней всю жизнь жил и страдал потом от этого. То у него отпуск заканчивается, и мы отпуск продлевали, и, в общем, всё такое. И он потом говорил, что я даже императору не поддался, вот. Поэтому, в общем, персона Лермонтова, она уже в то время была для многих довольно одиозной. Вот это вот Пушкинский сквер. На самом деле, раньше этот Пушкинский сквер, он спускался аж вот туда. То есть, если мы повернём голову, то мы, соответственно, в той стороне, вот, дворец правосудия, здесь была эта площадь, здесь стояла царская беседка. И более того, вот как раз, если с угла этого сквера посмотреть вот на ту сторону, то вот будет очень чудесная фотография этого самого дворца барона Штенгеля, где размещалась Государственная дума. И потом, когда застроили, соответственно, часть этого сквера, у нас осталась вот эта вот, небольшая часть, и уже в другую дату, ну, я миллион раз рассказывал, что Иосиф Сырёнович очень любил праздновать столетие со дня смерти, да, там, Пушкина, Гоголя. Вот. Значит, когда вот весёлый 37-й год, столетие со дня смерти Пушкина, спустилась сверху запрос. Ведь был в Великавказе Пушкинский сквер. А дело в том, что здесь, ну, здесь написано, что стоявший на этом месте доме для проезжающих становился великий русский поэт Пушкин, ну, и не только он, но и Лермонтов и все остальные. Пойдём, там памятник ему стоит. Здесь раньше стоял ещё собор, такой маленький, небольшой, уютненький. Я вам сейчас покажу его фотографию. А вокруг собора было кладбище, потому что это самый, ну, вообще, первый православный собор здесь. Ещё по указу Екатерины Второй он был построен. Сначала он, естественно, был деревянный, потом перестроен в камни. Ну, это стандартная история для большинства храмов. Вокруг было кладбище, и на этом кладбище было похоронено немало не только героев, там, воин, но и, в общем, каких-то знатных владикавказцев. И городские власти, ну, в собор, в тот момент, понятно, уже снесли тогда к чёртовой бабушке. Вот видите, Кавказ нас принял в своё святилище, мы слышали глухой шум и увидели терек. Пушкин ас. Пойдём туда. В общем, быстренько это кладбище уничтожили, благополучно, и разбили сквер и сказали, да, вот это тот самый Пушкинский сквер. Вот он здесь и был. А вот там, на горе, раньше был как раз дом управителя, там, собственно, жил Михаил Тариелович Ларис Меликов, допустим, и вот оттуда, видите, ну, на пригорке стоял, там сейчас просто больница, госпиталь. Сейчас как раз деревьев нет, можно хоть чуть-чуть это всё дело узреть, потому что когда... Ой, не деревьев из этих листьев, потому что когда это всё зелёное, вы этот дом вообще не увидите. То есть спускался оттуда в парк человек, да, здесь, кстати, ходили павлины, бегали белки. В общем, всё было... Что, ты успеваешь? Всё было прекрасно. Деревья эти, естественно, высаживались спецом. Вот. Это пятая гимназия, которую, вот, собственно, вахтангов и окончил, тут висит мемориальная доска. Вообще, если мы вернёмся туда, ну, правда, нам надо было бы спуститься. Я вам покажу, как эта гимназия выглядела раньше, да. Пойдём на пригорочек. Можно спокойно даже по проезжей части идти, видите. Да, и, соответственно, вот этот вот сад, он простирался вот практически вплоть до терека. Вот в ту сторону. Потому что, если мы пойдём прямо, мы выйдем к тереку. Там сейчас на берегу у нас парк разбит очень красивый имени Хитагурова. Ну и, помимо, к сожалению, вот этой церкви был ещё огромный кафедральный собор. Освящённый во имя Михаила Архангела, крупнейший в Владикавказе. Он стоял наискось. Наискось. Вот там потом был построен дом для военнослужащих. Такой сталинский собор снесли. Чёртовы бабушки. Дом остался, естественно. Улица Церетелия. Эта улица не в честь того Церетелия, о котором вы могли бы подумать. Нет. Это в честь поэта. Он жил ещё в конце 19-го, начало 20-го века. Национальный такой герой Грузии. Вот, кстати, Тойоточка с армянскими номерами. Здесь очень много машин с армянскими номерами. Кто-то и живёт, а кто-то просто отсюда трансфером ездит. Ну и опять-таки, дом-то сам, на самом деле, когда был построен, он был прекрасен. Он был строгий. Такую, знаете, сталинской ардекой бы он назвал. И вот посмотрите, во что можно это всё дело превратить. В красивое, да нельзя. Так вот, вот так у нас с вами музейные переулки. А начинали мы с площади Свободы. Ну мы сейчас, конечно, обошли. А вот если мы прошли напрямую, то тут реально по Яндексу 400 метров. Когда Городская дума постановила основать музей, кривейческий, городской, как угодно его называйте, она купила землю здесь, на территории Свободной. Так вот, общественность возмутилась, что очень далеко. Ну кто туда будет, соответственно, ходить? Давайте вот сделаем музей вот там вот, на площади Свободы, где мы начинали. То есть вот там вот. На что городоначальник заявил, что ну это музей для приходящих в него, а не для приезжающих. Вот, что ничего страшного, дойдёте пешком. Вот, был построен специальный вот такой вот корпус. Ну, потом туда, естественно, в Пиндюреле, видите, серп и молот. Это наворочено на самом деле тут французского с Нижегородским. В общем, с одной стороны, некая ассоциация с Триумфальной аркой. С другой стороны, очень интересны капители у вот этих, ну это не колонны, это пилястры. Наверху эти цветочки, валюты довольно странные, немножечко отдаёт модернам, да. И вот в треугольном фронтоне там тоже такие, ну судя по всему, дубовые листья. То есть это тоже намёк на такую модерновую растительность. Но в итоге это некий такой классический стиль получается у нас. Оставили, естественно, здесь музей. Приходите сюда, ничего страшного, не развалитесь. Вот, а мы с вами подходим к дому Кастахи Тагурова. Ну, в общем, Кастахи Тагуров для осетин, это как Пушкин, собственно, для всех россиян. И я вам хочу, вот у меня тут есть книжка такая, ещё советская. Генри Куса в поиске краеведа. Я вам хочу зачитать пару интересных эпизодов. Значит, многие революционные события в Владикавказе были связаны с именем Каста. На поиске поэта-революционера в горные аулы был послан почти весь Абширонский полк. Долго за ним гонялись, охотились в горах, искали в аулах. У крестьян производили обыски, грабили, издевались над ними, но так и не смогли найти поэта. Ну вот это, конечно, грабили, издевались над ними, но окей, ладно. И вот кто-то донёс, что Каста едет в Владикавказ и везёт с собой большое количество листовок. Однако, когда солдаты во главе с царским сатрапом на Северном Кавказе генералом Красновым окружили поезд и открыли двери вагона, там оказались гуси. В Владикавказе тогда издавался небольшой исторический журнал «Абрек», в котором через несколько дней была помещена карикатура. Солдаты во главе с генералом открыли дверь вагона, а гуси, вытянув длинные шеи, с издёвкой разглядывают незадачливых вояк. Под карикатурой подпись, сказание о том, как гуси не Рим спасли, а генералу синю поднесли. Генерал страшно взбесился, распорядился конфисковать весь тираж. Позже журнал совсем закрыли, редактора арестовали, и пуще прежнего стали искать кастахи Тагурова, считали, что и карикатура дело его рук. Вот, видите, он вообще мечтал построить себе дом, и вот из его заметок, из его письма мы можем узнать вообще порядок цен в то время. Он пишет, дорогой Нико, долги свои я уже платил, Василий погасил вексель 200 рублей, об этом, впрочем, уже сообщил. С 15 марта надо начать плотнические и столярные работы, так, чтобы полная готовность дома могла быть окончена к 1 июля. Переведи через отделение Государственного банка 500 рублей на покупку леса и 300 на наем плотников и столяров, всего 800 рублей. На штукатурщиков, печников и маляров понадобится не больше 300 рублей. Мебель мы возьмем из завода Крейчи, Лизничий Газанов обещал дать мне фруктовые и хвойные деревья, дикий виноград для затарпирования стены сарая соседа, ограду двора с внутренней стороны, а посадим сиренью. Крышу я покрашу цинковыми белилами, такая краска может продержаться более 10 лет, никакой ржавчины не будет. Теперь уже крыша проржавела, так как была покрыта очень тонким слоем зеленой краски. По окончании к 1 июля отделка дома, возьму отпуск. Но это он своему брату пишет. Так вот, обратите внимание, что весь дом можно было сделать в пределах 1000 рублей, много или мало 1000 рублей, я сейчас скажу. И еще обязательно деревья, и вот нужно закрыть стену, у нас мы это сделали плющом, да, то есть деревья стоили вообще дорого. И вот он в данном случае договорился с лесничим, который ему бы их выделил. Значит, если бы вы в начале 20 века, например, хотели бы заиметь дом столицы Российской империи, да, в Петербурге, то вам бы за это пришлось бы заплатить не 1000 рублей, а где-нибудь 1200-300, да, то есть, ну, собственно, я не знаю, как сейчас пропорция, насколько она изменилась с тех времен, да, но тем не менее. А по поводу заработков, ну, допустим, вот когда Вахтангов устраивался на работу в МХАТ, это было в 1900, по-моему, 11, что ли, году, то Станиславский сказал, я могу вам предложить всего 40 рублей в месяц. И это была очень маленькая зарплата, 40 рублей, да. Ну, вот и считайте, да, то есть, насколько это он в Москве, Москва тогда, правда, была не столицей, это он в Москве, соответственно, мог на такие деньги рассчитывать. То есть, в принципе, ну, по... с этой точки зрения вполне такая современная ипотечная история, да, подъемная. Но для столицы, конечно, нет. Вот здесь у нас дом, ну, небольшая, так сказать, памятка о том, что здесь происходило ранее. Улица Бутырина, она раньше называлась Воронцовская, в честь того самого Воронцова, наместника Кавказа, про которого писал свои злые достаточно эпиграммы Александр Сергеевич Пушкин, да, полумилорд, полукупец и так далее. Хотя он ему желал, в общем-то, только изначально позитивных вещей и не особо на него давил. Вот посмотрите, как можно, да, преобразить ворота, то есть это же модерновый у нас дом. Далекционные ворота, здесь один мотив, а туда сверху, прям поверх, видите, были впендюрины, сер, молот и звезда. Почему так? Я вам сейчас скажу за кадром. В принципе, можно догадаться, что в этом здании размещалось ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ по Северной Осетии, то есть это такой большой дом, если говорить по-петербургски, или Лубянка, если говорить по-московски, только во Владикавказе. Как написано в показываемой мной книге Киреева, тогда бывший доходный дом в народе обрел дурную славу, там пытали людей, выбивая из них сомнительные признания, в подвале дома многих впоследствии расстреливали. Ну, я там свечку не держал, может быть и расстреливали. А вообще это доходный дом нефтепромышленника Элисапильщика-Воробьева, в котором изначально было всего лишь 6 квартир. Сейчас здесь расположено Министерство образования и науки Республики Северной Осетии Алания. Про Владикавказ написано немного книг, а вот про Петербург нереальное количество, и среди них есть одна, мой путеводитель по Невскому проспекту, которую вы можете заказать как на сайте, так и купить после экскурсии вместе с автографом. Также в продаже имеется книга о пиаре во время русско-японской войны, с большим количеством иллюстраций, многие из которых были напечатаны впервые, и остросоциальный роман «Корень» с погружением в эпоху 90-х и начала нулевых. Это такой остросоциальный петербургский триллер. Ну а в конце мне бы хотелось вам показать очередную, на самом деле, потрясающую совершенно вывеску. Мне нравятся вообще кавказские вывески. Посмотрите, «Титаны правосудия». Учитесь копирайтингу и правильно себя подавать. Хотите, чтобы у вас бизнес пошел в сфере юриспруденции, назовитесь «Титаны правосудия». Сейчас мы еще зайдем, я там картинку покажу красивую. И пока мы туда идем, естественно, закадровый анонс от меня. Учитывая то, что стойкие люди ходят на экскурсии даже в январе и феврале, редко, но метко они будут проходить. Причем как в Петербурге, так и в Москве. Ну а главным событием, конкретно моим, в феврале в Петербурге, станет лекция о Дмитрии Павловиче, участнике убийства Распутина, но также о его отце Павле Александровиче и даже немного о его сестре Марии Павловне. Вся информация, все билеты присутствуют на сайте, ссылка на которую можете найти внизу под описанием этого выпуска. Вот этот шикарный и чудесный дом, в его полном объеме. Ну и вот вам напоследок дерево счастья в замечательной осетинской подворотне. Ну а с вами был гид Павел Перец, оставляйте комментарии. Увидимся, пока! Я хватаю ртом воздух, я цепляюсь за звезды, и тебе потерять меня слишком просто. Я хватаю ртом воздух, я цепляюсь за звезды, и тебе потерять меня слишком просто. Красное яблоко в сердце повисло, Больше встречаться нам не смысла, Нет смысла мучить друг друга. Но твоя кожа нежна и упруга...